Послание апостола Павла Кримена, 12 глава 10 стиха. Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, с почтительностью друг к другу предупреждайте. Вот одна правда. Почему Павел написал именно Кримская Церковь это? Я по порядку прохожу Священное Писание, и все послания говорят, почему все время послание к Кримену? Потому что еще не закончилось. Дальше будет 1 Коринфянам. И там был раздор, были неурядицы, непочтения. Евреи почитают только евреев, и то еще смотрят по ранжиру, кто кому старший. Греки, только греков. А Павел говорит по Христе все едино. Будьте любили друг к другу все. Притом братолюбивы с нежностью. Как так почти непросто. Кажется, понятно, вторая заповедь, две заповеди. Люди Бога, люби ближнего. Вот это относится к которой заповеди. Ну а в одном месте апостол Павел говорит, здесь закон в одном, любви ближнего. Ну а Бога как? В этом и Бог. В ближнем ты должен увидеть Бога. Вот проверим сами себе. Вот воскресный день, я наблюдаю, заходят в храм, пробегаются, скамейку садятся, даже поклоны не сделают. Вот зайдете к старообрядцам, у них семи поклонный ход. Семь поклонов. Боже милостью прочитает три поклона. Земной достойно. Слава Отцу. Дальше Господи, Существенное Христос, Сыне Божие. Семь поклонов. У каждого подружки, где заходит, подружки взял, поклонился. Такой обычный был в России всегда. Его оценил Никон. У нас принесли три поклона. Зашел в храм, садил немножко в сторонку, чтобы другим не мешать. По иконам не ходить. То есть к иконам не надо подходить. Друг другу не кланяйтесь. Почему? Мы пришли молиться к Богу. Вошел особый ритуал. Мы почтили Бога. Что написано в Библии, о том даже не будем против говорить. Это не написано. Это обычный. И в этом мы почтили друг друга. Я никого не смутил. Не расплавляйтесь на сторону. Смотрите за детьми, чтобы поклонились. У нас в городе это так принято. Ведите у себя такой порядок. Почтение друг другу смешиваются. Читает. Они читают громко. А другой что-то говорит. Да ты глухой. Но я не настолько глухой, чтобы не слышать. Почему-то я в Покровский собор захожу, в три раза дальше стою и слышу. А здесь не могу словарно брать по-русски. Губнить стоит тебе. Ты стоишь далеко от народа. Стоишь спиной к народу. Я помню, как-то прислуживал архиепископу Варфоломею ташкентскому. Он говорит, громче. Я громче. Я сказал, громче. Я стал еще громче. Разве вы не слышали, я сказал, громче. Я тогда давай отвечать. Ну так пойдет. Я понял, что и в этом есть почтение ближнего. Я стараюсь, выкладываюсь для ближнего. Мы еще раз сказали, что мы сегодня едем на благовестие. В этом тоже почтение ближним, которые не знают. Кто чем может, поучаствуйте. Один только человек подошел. А остальные им что, не нуждаются, или забыли, или уши заложили. Стихтанты жертвуют все. Сережки снимают, ожерелье показывают в фильме, как они. Все жертвуют. А первые христиане полагали все к ногам апостолов. Мы едем, ты не можешь ехать, поучаствуй. Все. Платить надо. И за машину, и за горючее. С нас уж ничего не делают. Хотя бы за горючее. Один человек только подошел. В этом уже нарушение братолюбия. Сегодня всюду везде играет словами. Батюшка благословил. Духовничество. А кто у вас духовник? А сразу спроси, я вот не лезь, или я. Кто духовник? Мы смотрели фильм. И вот когда перекрывает, как говорят, шланги все. Никакого доступа в камеру нет. Тепло называется душняк. Вот я говорю, что это духовный душняк. Устроить людей. Против этого духовничества говорит патриарх Алексей Второй. Синод. Благостаршество. Горутся руководить людьми, сами ничего не знают. Знаете, как человека надувает. Он шага не сделает, а я прокляну, а я не благословлю. Ну благословения у тебя ничего все равно нету. Какой ты был глупый, такой остался. А ты сам это не занимаешься. Благословение в том, чтобы он знал и бомил. Нам утром сегодня звонят из Бараула. Сестра Нина. Я еду в деревню в Клочки. Я загрузилась в литературу. Там родственники живут. Кому свидетельствуют. Помолитесь обо мне. Помолитесь за нее. Помолитесь за нас. Работа идет. Она приехала. Там молится. Делает земные поклоны. А хозяйка ей говорит. А вас кто благословил земные поклоны делать? Да какое же благословение? То есть священники все к себе стянули. Без него ничего нельзя сделать. А у него ничего нет. Это диктация. Апостол Петр говорит, что мы не господством, но наследие Божие. Но подавали пример. А тогда господство. Что бы не навешать будет нигде? Все благословить? Все благословить. У нас принято поехал из деревни где благословить. Чтобы знали, можно что-то сказать, людям куда-то отвезти, купить. Там-то порядка вообще никакого нет. Но это они твердо держат покой в своих руках. Ни одного шага никуда. То есть главная задача людей не допустить до Евангелия, до Христа. До Христа не допустили. Я это все расшифровал. У преступников есть свой жаргон, называется смерть. Если они говорят на своем языке, называется не разговаривать, а бота, спасение. Архимандрит и начальник Павлу сказал, вот церковный язык, это церковная тень. Вот и все. Ничего не понимают люди друг друга-то. Да какое же это братолюбие. Братолюбие, я тебя люблю и хочу тебе передать то, что я имею. Чего я большим трудом достиг. Мне приходится глаза переживать буквально на книгах, в интернете, где, чтобы вам чистое, полезное. Молоко дать. Я еще не рад и не нашел нигде то, что противоречило и Слово Божие тому, что у нас есть. В первом послании Иоанна 2, 9, 11 мы читаем. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. И во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма слепила ему глаза. По той люди меня ненавидят. Наконец-то. Так это не брат, любитель своего брата. Это все братья. Я смотрю, сколько полезного могу взять у мусульман. Как они заботятся о женщинах, как одеть их в этот хиджат. Все хорошее, но многое берем у сектанцев. Даже в иерогистов, которые не христиане совсем. Мы многое дел можем взять. Почему? По братолюбию. Мы все братья. И апостолы, когда обращались, всегда говорили, мужи-братья. Они никого не знали. Первый раз в этом городе. Мужи-братья. Тут сидят язычники. Мужи-братья. Больше нет той любви. Если человеку ты дашь все и умрешь за него. Первая Иоанна, 3 глава, 10-12. Определяет, кто верит. В освете или не в освете. Ты в освете, ну скажи, я, конечно, в освете. У меня лампушки горят, глаза смотрят. А вот брата ненавидишь, ты во тьме. Все священство, все архиереи, которые ненавидят брата, они находятся во тьме. Простой определитель. И ты сразу помрачу. А я люблю или кого-то я ненавижу, на кого-то я не хотел бы смотреть, может быть. Единственное, кого не надо даже приветствовать, кто не приносит всего учения. Учения апостольского. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякие, не делающие правды, не есть от Бога. Равны и любящие брата своего. Ибо таково благообествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого, и убил брата своего. Ведь он не думал, что он убил. А оказался один. Да он же от неба Адама, от лукавого. У него отец не Адама, а лукавый дьявол. И дети Божьи, дети дьявола, они могут в одном месте быть. Вместе, когда молимся, вместе прищищаться. Сегодня только причастие дайте. Я до причастия не допущу. А которое друзья всех допускают. Я нашел выход, что все болеют, потому что недостойно прищищаются. Прищищаются очень много. Иногда в церкви выходят четыре священника, и четырех час прищищают. И с ними начинаешь говорить. Я еще ни одного не следил, который понимал, что с ними сейчас было. Вообще, и Писание не знает. Вот и смотри, любят они или не любят народ. А выход где? Ну, выход где? Плацать больше нам ничего не дано. Выхода никакого нет. Вообще. У нас вот есть правило. Мы их придерживаемся. Это простое, вот, мужчинам. Не порти края бороды твоей. Начинают. А Багенбардой бороде не относятся. А усы не относятся. Не трогай ни одной волосы. Ничего не будет. Вся Россия была в таком виде. Да, в волосы там в рот. Женщина та шапотке. Голова сотрела у нее без плотка. Ни одной мусульманки без плотка нет. Я вам показал сейчас фотографии все. И они понимают, что за этим следует. Какая беда. Ты одета по форме. Вот наши сестры иногда выходят. И сразу так называемые мигрия, подделка. Как хамелеоны вышли, переоделись, пошли в город. Как у нас тут уезжают, братья, поезд домой. Потому что он в город поехал. Безобразие и безумие. На тебя, если милиционер остановит, ты выйдешь по форме одеться с поясом, на тебя другой взгляд будет. Когда сестры наши едут одеты, как положено, никто к ним не пристает. Только один подошел, сразу, а вы ваххабитки. То есть мусульманки вроде бы, говорят, да нет. Сразу пошел разговор. Сразу же пошел. Женщина сзади сидит. Меня сразу назвала по фамилии, по имени и отчеству. Я говорю, откуда вы знаете? Так я преподаю, рядом был Витобер с вами. Все. А другая. А я ходил от вам на занятия. А чего же сейчас не ходишь? Священник сказал мне. А теперь куда ходишь? А теперь я никуда сейчас как не хожу. Попа ее не ищет. Он ее отбил. Он ее отравил. Он как скорпион впустил в нее. Я как паут и все. Душа погибла. Она ходила. Я бы сходила полгода. Готовилась к крещению. Но пошла навискнуть. Он сразу отрезал ей голову. А мы говорим, мусульмане на нас нападут. На нас напала вот эта чума поповская. И она больше не ходит. Он ее разыскивает. Ответит за нее. Да нет. Да какая же твоя любовь была? Ты можешь бороться со мной, с другим. Дать лучше. Другого у нас нет еще. С евреями мы можем бороться. Бороться это показать любовь Божией Христа. Что учение Христово выше и лучше всего, что есть на земле. Другого оружия нам не дано, как оружие любое, братолюбие, при этом с нежностью. 1 Иоанна 4.20. Кто говорит, я люблю Бога? А брата своего ненавидит тот лжец? Ибо не любящий брата своего, которого видит. Как может любить Бога, которого не видит? Он потому и писал, что они этого не понимали. Бога все любят. Кому не подойдешь указку против Бога. Ну уж совсем общающийся человек еще с Бога ругается. А брата ненавидит. Я терпеть не могу. Я ему прощаю, но смотреть не могу. Забыть не могу. Прощено все. Ничего нету больше. Иногда говорят о каких-то разногласиях. Огласиях нет, еще мы одинаково признаем Святую Троицу. Мы все одинаковы перед Богом. И это все так быстро кончится. Я сегодня слышал проповеди мусульманских, выступающих шахов, там такие шейхи. Он говорит, ты душу за это отдавал. Вот сейчас давай хоть какие-то деньги парнем. И скажу, что она умерла уже через год. Хоть один час проведите, не захочешь ты прородиться. А доброе дело идет на небо. Вот тогда христиане проповедовали. Только слово Христос не звучит. А у нас и этого нет. Вот сегодня что читали? Апостол Павел говорит, мы гоним и отовсюду. Нас преследуют. И перечисляют в ударах. А почему преследуют или здесь запропать? Я родил благорестование. Все беды, какие Павел перечислял, все боляшки, раны, рубцы. Только за благовестие. Почему? А мы с Китаяцей. А еще с Китаяцей. Вот священник, он не с Китаяцей, он на алтаре пресох и стоит там. Куда он отходил? А он приколный. Кандалай, но он гремит у него. Они любят это по две пушки-то. Все, что терпели апостолы, только за благовестие. Они ходили с места на место, и гнали, и гнали, и бывали камнями, нажали в тюрьму. Сегодня никто не будет трогать. Если вот сейчас пресса и власти, они говорят, демократичная. Это антинародная власть, которая народ оградила. Она против народа все сделала. Если бы сейчас стали проповедовать, обличать власти, гонение датуржем началось бы. Но этого нет. Обличения нет. И никто не трогает. Освещают какие-то памятники, офисы, банки. И везде священники все с кодилами, с крапилами едут, в казачьи полки освещают. Знамена! И все это пишут вчера. Освятили какие-то знамена. Танки в Чечню отправили. Все освященное. Сейчас поехали на Олимпиаду, священника взяли с собой. Все по благословению у них там. Любая бестовщина все против крестного знамени сделала. И вроде все это духовно. Душняк устроил за церковной. Как всегда, наоборот, священник сказал. Магидин православный. И никто как будто этого не видит. И антихриста, его не надо звать, он уже готов, его почва приготовлена. Антихриста и крима только там, где любят Христа. Первое послание Петра 1.22. Послушанием истины. Истине. Через Духа. Очистив души ваши, нелицемерному брата-людию. Постоянно любите друг друга чистого сердца. Чтобы постоянно любить, надо души очистить. И очистить ее любовью. На молитве. Какое-то сомнение подошло, недоверие. Сразу на молитве. Никто не видит. Господи, не могу освободить себя от этого. Вы разговариваете с Богом, как с самым близким другом. Он так и назвался. Друг и брат. Кто будет веровать, кто будет слушать меня, тот мне друг и брат и мать. Я только не сказал отец. Первое Петра 2.17. Все почитайте. Братство любите. Богу бойтесь. Царя чтите. Все апостоны говорят о брата любви. А это не Евгений, как понимали. Мой брат. Ну, в общем-то, еврей только. А Господь рассказал притчу, и самарянина вывел, который поднял. Братья-то твои, пост помимо проскочил. Но Диакон еще рядом тут обошел, посмотрел. И скорее тоже бежать. А этот-то подошел его. И на славу взвалил, как ему непросто было. И ве, и масло возбивал. Сколько любви оказал. И кто в дыжней? Закалузберг, он только сказал, что самарянин. Даже слово самарянин не стал говорить. Он читал, что язык отвергнет. Оказавши милость. И мне кажется, он буквально отвернулся. Христоя попростить не могли. Что он выказал, что стектант какой-то лучше. Это самые настоящие стектанты были. А они чтили Бога, и чтили свои Бога. 1 Петра 3,8-9. Наконец, будьте все единомысленно. Сострадательны, сострадательны, брателюбивы, милосердны, дружелюбны, смеленно-мудры. Не вызывайте зло за зло или ругательство за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Когда меня освободили из фермы, я поехал по всем знакомым везде. Благодарили Бога, встретился с теми, кто сидел. Такие, как Глеб Никунин, Зоя Крахмалникова. Ни у кого так не было, как у меня. Ни у кого. И вдруг, я слышу, сидел такой Анатолий Марченко. Диссидент за права человека. Ему близкий друг был Андрей Сахаров. Дважды герой социалистического труда. Изобретатель водородной гомбы. Но не вышел, но его убили там. Встречается с Сашей Огородниковым. А он только получил поздравление, медаль какой-то от Маргарет Тельчер. Какие люди известны, а это никто. И он говорит, три года сейчас я отсидел, больше половины в карцере был. Я говорю, а за что тебя сажали? Я ни одного дня не сидел. Майор против был. А за что против? А того убили совсем. На каждом шагу. А не старались против. Охранник подошел, ну что вы исталет. На Розистов можно разговаривать? Да кто он такой? Да какой же он, он Бога не знает. А как вы разговаривали? Ну как, он только открыл. Карлушка называется. Я ему начинаю говорить о Христе. Он стоит, слушает. Один раз что-то вырвался на кого-то. Держу за мной. Стоял, стоял. Вытаскивает. Ну не меньше полкилограмма сыр. Положил. Это тебе отец за то, что ты говорил. Он себе сейчас там купил киоски и мне дал. Вы узнали, когда пост кончается. Пост кончился утром, рано. С кухни, там готовят в другом месте, ход за слугом. Принесли большую тарелку рыбы, отдельно наложенная, неповрежденная рыба. У вас же сегодня рыбу можно есть. Я им рассказывал, а не как сказку какую-то слушаю. Вы же почтите, если предупреждаете друг друга. Не то, что я хороший какой-то. Это слово Божие, я татур святой. Это преступники. Трудно до этого дойти? Все еще не мяты, не дарвины. Сиди спокойно. Проси у Бога любви и смирения. Смиренно-мудренно веди себя. Жена, смиряйся перед мужем. Муж вышел за дверь и ни одного слова про мужа не говорил. Все силы положи, чтобы авторитет его был на высоте. Потеряешь его, потеряешь все. 1 Петра 5. Также и младше. Повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облетитесь смиренно-мудрее, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы одно слово прочитали. Но откуда это все взять, если его нет? Через слово, через проповедь. Через нахождение у ног Христа. Бог все переменяет внезапно. И другими глазами на людей будешь смотреть, на все, что тебя окружает. Тебе разницы никакой нет, хоть полмира сегодня с лица земли Бог стерок, и ты будешь так же славить Бога, как Ио. У нас какие примеры? Посмотрите на его страдания. Ты слышал? Как бы мне это не забыть? Что сказали? Царь, в храм заходить молиться. Сегодня еду, что-то нужно пожертвовать. Обыстренько сбегаю. Придите, он у нас брат Виктор этим занимается. Ему руку отдать, если ему доверяете. Не доверяйте мне, дайте, нет, в общую положительность, когда поедете где-то. У вас нет оснований не доверять. Эти люди, которые для Бога стараются. Мы не знаем, кто нас ждет, как или примут. Мы решили поехать несколько человек, на две группы биться, пойти по селу, пригласить на определенное время. А может еще не будет. Может и так, но перед Богом будет момент, люди это вспомнят. Мы набрали много Евангелия, а Евангелия еще получили от бактиистов. Сейчас вы спросите сегодня, православные, кто получал, как мы, нам на машине привозили 30 тысяч только в Евангелии. Бесплатно. А с бактиистов сами привезли и сами раздрузили. Так Бог делает. 1 Теснон Якинсам 4.9. А брата любви же нет, дружи, писать к вам. Ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Нам это нужно, послание. И нужно писать. Я вот сегодня слышал послание апостольское и перечисляю все свои беды, Павел. Сколько он бедняшко перетерпел. И в конце подводит итог. А результат-то есть, я все-таки родил вас. И родился вас я не здесь, а благовестный. Священники все понимают по-плоцки. Надо родиться от воды и духа. Кто не родится свыше, не будет. Видит даже Царство Небесное не будет. Все понимает там, по подушкам задел голову буквально. Они также понимают, как не ходил, что опять в утробу матери зайти, опять родиться. Думаешь, глупый совсем. Ну, больше матери ты родился. Ну, как ты в утробу-то войдешь? А то кошка так не понимает. А он на полном серьезе. Это в сегодняшнем состоянии священников. Они абсолютно не понимают, что рождение свыше, что он не пережил. Он мертвяк, стоит здесь, он не знает, сколько надо молиться об этом. Как к ним надо подходить к священникам, находить доступ к ним. Ну, доступ находиться, это чем-то помочь, поработать. Они это любят. Чтобы он тебе маленько доверил. Потому что когда прогонять будет, а ты успел бы сказать. В королевстве травимся, чтобы благочестие показали мне братолюбие. А в братолюбии любовь. И при том смежности. В почтительности предупреждайте друг друга. То есть первый. Одна табуретка, кто первый, кому подставить? Кто первый пригласит? Кто первый соскочит? Раньше было как? Старый зашел в трамвае, в автобус. Молодой же сам ему место уступило. А сейчас не так. Он сразу голову отвернул в сторону. Чтоб тебя не видеть. Ведь у нас это точно так же. Рядом пожилы эти молодые уже оплопнулись. Да и старые-то, которые садятся. Никакой нужды нет. Короткая служба. Совсем больной может. На огороде пашет, как трактор. Не присядет. Я вижу с голубя. Как-то ты находишь храм, уже упал. Имейте совесть. Бог отшипет ноги. Совсем ног не будет. Ты пришел в храм, может. Вам приятно, стоят люди. На 80 лет они садятся. Смотрите. И в этом почтение друг другу. Почтение в том, что я оказываю тренер. Я тоже могу упасть. Тоже больная нога. Даже помыслит страшно. Я пришел в дуу Божию. Да буду шатать. Уцеплюсь за стенку. Мои сядут. Я не могу тебе это подволить. Я говорю, как мне хотелось спать в камере. Ухващусь задержившим шконку, кровать. И сам себе наговорит. Да какое ты имеешь право. Земля крутится. Тебя охраняют. Поезда бегут. А ты пришел спать сюда, окаянный-то. И так сюда накачаю. И все отойдет. Маленько подотроже на тебя. Смотри. Завтра еще хуже будет. На один день будем старее. Старее. И что тогда будет? Только мертвецов будем жалеть. Если ты никого не приведешь к Господу, а привезти можешь только любовь и благовестия, то с чем придешь к Господу? Мы должны ждать этой встречи, а не бояться, куда мне таблетки глотают. Выкиньте всю эту пакость и надейте на Бога. Все что опять болит? Через пять минут здоровая. Все это духовное. Я пришел сюда и выйду другим. Господи, благослови меня, что братолюбие всегда было. И в почтительности я не забывал, а первый успевал нас. Вот только выйдем, посмотрим, кто первый подойдет помощь на благовестие. Аминь.